Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Тема дня», я и ведущая Евгения Шабринко. И сегодня гость нашей студии, начальник управления социальной защиты населения Марина Михайловна Колесова. Здравствуйте! Добрый день! И первый вопрос, Марина Михайловна, какие законодательные изменения произошли в сфере социальной защиты населения в минувшем году и какие ожидаете? Ну, жизнь у нас не стоит на месте, изменения у нас происходят во всех сферах, и социальная защита не осталась в стороне. Что хочется сказать, что за 2015 год и начало 2016 года произошли законодательные изменения в отношении предоставления мер социальной поддержки такой категории граждан, как инвалиды. То есть набор льгот у них остался прежний, изменился подход к их расчету. Так, наше региональное законодательство, на основании которого мы производили, допустим, начисление оплату мер социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг, немножко не соответствовало краевое законодательство федеральному. В 2015 году это исправили, привели в соответствие. И с 1 октября 2015 года меры социальной поддержки на оплату услуг жилищно-коммунальных инвалидам стали начислять 50% от социальной нормы. А до этого были от факта оплаты. Ну, если так коротко, то, допустим, если человек платил, у него нагорало за свет 500 рублей, и мы ему возвращали 250, то сейчас мы смотрим на норму, ну, я примерно скажу, что сейчас, если это, допустим, 400 рублей, то мы ему ограничиваем 200 рублей, то есть 50% от соц.нормы. Точно так же мы сначала производили оплату взноса за капитальный ремонт. После 1 октября этот вид выплаты льготы убрали, но сразу хочу добавить, с 1 января 2016 года были приняты изменения в федеральный закон, и с 1 января 2016 года инвалидам 1-й, 2-й группы и семьям, имеющим детей инвалиды, при оплате взноса за капитальный ремонт также мы возвращаем 50% от социальной нормы. Никакие дополнительно нам документы предоставлять не нужно, у нас идет электронный обмен с региональным оператором, и если человек ежемесячно производит оплату, то, соответственно, мы ему возвращаем то, что ему положено. Но это вот как одни из изменений. Также были изменения у нас, что касаемо, был принят краевой закон о предоставлении государственной социальной помощи на ремонт электропроводки и ремонт печей на основе социального контракта. И также оказывается государственная помощь многодетным семьям, имеющим 5 и более детей, на развитие личного подсобного хозяйства. То есть это новый закон, это новый вид помощи. Если до этого на ремонт печей и электропроводки гражданин обращался в управление социальной защиты за оказанием материальной помощи, предоставлял пакет документов, как бы на районной комиссии этот пакет рассматривался и принималось решение об оказании, либо об отказе, если были какие-то основания. Сейчас немножко усложнили. Сейчас дополнительно к тому пакету документов, в принципе, который был, еще добавляется такой документ, как социальная карта адаптации, где гражданин, прежде чем обратиться к нам, то есть, ну, вернее, не прежде, а обращается к нам, и мы совместно заполняем эту программу адаптации. То есть, что значит на условиях социального контракта? Значит, у человека сложная ситуация, из которой он сам не может выйти по каким-то либо причинам, там, малообеспеченность, преклонный возраст. Отвешивают документы на это. Да, то есть, дополню еще, что за этой помощью могут обратиться граждане, достигшие пенсионного возраста, это женщины 55, мужчины 60, инвалиды первой и второй группы, семьи, имеющие детей инвалидов, и также вот люди пенсионного возраста, которые в своем составе не имеют трудоспособных членов семьи. То есть, это тоже важно одно из условий. И, соответственно, если у человека, вот, ну, возьмем, да, пенсионеры, небольшой доход, небольшая пенсия, при этом они больше не работают, конечно, им сложно с учетом сегодняшней нашей жизни за всеми затратами еще и самостоятельно восстановить печь. Он обращается к нам, мы прописываем различные мероприятия. То есть, что еще человек дополнительно сам сделает, чтобы вот выйти из этой ситуации, подготовиться к осенне-зимнему, вот такому отопительному сезону, чтобы не произошло никаких трагедий. Ну, вот в этом сложности. А дальше все, как бы, когда человек соглашается, то здесь еще такой нюанс, что обращаться за этой помощью гражданин может при условии, что все члены его семьи дают письменное согласие на это, прописывается, значит, вот этот контракт, потом заключается, вернее, программа, прошу прощения, потом заключается социальный контракт, и все мероприятия, которые в нем прописаны, уже идут такие отношения. То есть, человек выполняет, мы контролируем и проверяем. Если по каким-то причинам не исполнили контракт, не исполнили все мероприятия, которые прописаны, деньги необходимо будет вернуть в краевой бюджет. Это вот одно из условий, которое тоже отличает вот этот вид помощи от того, что было, допустим, даже в прошлом году. То есть, ну, не безвозмездно. Не безвозмездно. То есть, если вы обратились, вам выделили эту помощь, вы должны ее использовать только по назначению. Причем это все должно быть подтверждено. Для этого вот мы заключаем такие вот двухсторонние отношения. Это вот что касается ремонта печей электропроводки. На развитие личного подсобного хозяйства могут обратиться семьи, имеющие в своем составе 5 и более детей до 18 лет, и имеющие в своем ведении, в своей собственности, участок для ведения личного подсобного хозяйства. Там тоже прописывается программа, что они планируют. В прошлом году у нас две семьи обращались за такой помощью, им было выделено. Одна семья уже реализовала контракт, как бы программа закончена, а вторая еще идет там до июля 2016 года. Контракт заключается на период от трех месяцев до года. То есть, вот в этот временной период человек должен исполнить свои обязательства, мы должны это проконтролировать. Но это вот такие тоже основные изменения, над которыми мы сейчас работаем. Тоже проведена учеба была с нашими специалистами на местах. Конечно, уже были случаи, когда мы вот объясняли, вот такой получается немножко длинная процедура, и ответственность уже больше. И вот уже как бы люди говорят, ой, нет, тогда будем пытаться своими силами. Пока никто не заявился еще пока, но желающие обращаются. Желающие обращаются, консультируемся все, и надеемся, что все равно мы эту программу выполним. И те денежные средства на то количество граждан, которые мы запланировали, я думаю, что мы используем все в полном объеме. Какие еще ожидаете изменения? Просматриваются уже ближайшие? Да, будут изменения. Пока более точно и подробно не буду ничего говорить, но в первом чтении уже на законодательном у нас собрании все это было рассмотрено. Как только будут приняты эти законы, мы сразу же всю информацию доведем до зрителей. Это будет и через газету, возможно, поводом выступления у вас на передаче. Какой категории коснется. Да, какой категории. Но это будет касаться старшего поколения. Так вот скажу, что. Кто имеет право пользоваться льготами от социальной защиты и какими льготами, напомним нашим телезрителям? Ну, хочу напомнить, что льготы — это определенные права преимущества, которые государство дает человеку за какие-то там заслуги. То есть, ну, это могут быть какие-то заслуги человека перед обществом, перед государством, либо наступление каких-то обстоятельств, которые привело к тому, что у него возникают определенные права и потребности. Основные льготные категории граждан — это участники ветерана Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, это труженики тыла, реабилитированные граждане, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, ветераны труда Российской Федерации, ветераны труда Красноярского края, инвалиды, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и других техногенных катастроф, многодетные семьи, работники бюджетной сферы населет. Да, это тоже у нас льготная категория граждан, которые пользуются различными мерами. Льготы, объем льгот, набор льгот у каждой категории как бы свой. Но если говорить так, а в общем, то это имеется льгота по оплате жилищно-коммунальных услуг, это предоставление лекарств по рецептам врачей в аптеках, это ежемесячная денежная выплата, которая дополнительно назначается ко всем льготам, это приобретение единого социального проездного билета, по которому ездят в внутригородском пригородном транспорте. Ну и другие, то есть, вот как я уже говорила, что в каждой категории там идет свое, там есть льготы по зубопротезированию, по оплате наемного жилья, ну и различные другие. На какие меры социальной поддержки направлен наибольший объем денежных средств? Ну, конечно же, наибольший объем денежных средств, это у нас уходит на оплату жилищно-коммунальных услуг. В прошлом году, вот за 2015 год, из краевого бюджета на эти цели в нашем районе было выплачено более 200 миллионов рублей. То есть цифра очень большая, да. Это вот такая наиболее объемная и ощутимая льгота. Такой льготой у нас в районе пользуется каждый третий житель нашего района. Вот она предоставляется и получаем. Льгота это объемная. Каждой льготной категории свой объем средств. Хотела бы тоже сразу сказать, что не надо сравнивать вот эти меры соцподдержки по оплате жилищно-коммунальных услуг с кем-то. Даже в одной семье будут два льготника по разным категориям, и размер их выплаты ежемесячно будет отличаться. Но не предусмотрено здесь твердого размера. Допустим, как вот в детском пособии, там ежемесячно мамочки получают у нас твердый размер пособия. Здесь размер льгот зависит от разных факторов. Это и факт оплаты, и объем потребляемых услуг. Поэтому не нужно ждать, что каждый месяц будет одинаковая сумма. Почему на этом заостряюсь? Потому что когда начинается выплата, у нас очень много звонков, что вот, а в прошлый месяц я получил там 500 рублей, а в этот месяц я получил 400 рублей. Почему? Мы, конечно же, всем объясняем, конечно, это. Но вот я просто хочу заостриться, что не будет одинакового размера, он будет каждый раз немножко отличаться. То есть это вот, как я уже говорила, много различных факторов. А тем более сравнивать с соседом или с кем-то тоже не надо. У кого такая же квартира, такие же квадратные. Все равно начинаем разбираться, и там нюансы другие, там льгота другая, там состав семьи другой немножко. Поэтому у всех свое. А так, конечно, по любому поводу можно обращаться к нам в управление, либо к специалистам у нас в поселковых администрациях есть специалисты. Чтобы разъяснили? Конечно, разъяснят, конечно, можно звонить, можно обращаться. У нас есть телефон горячей линии. У нас можно обращаться, заходить на сайт нашего управления, можно задать вопрос. И буквально в течение одного-двух дней мы тоже даем ответы. Порядок оформления изменился? Субсидии, заявки или все тоже осталось? Нет, здесь все тоже. Требования к документам все те же самые. Тут в этом плане изменений никаких не было предусмотрено. Он стандартный, он в принципе несложный, поэтому здесь все так же. Не надо к нам ходить. У нас есть ежемесячный обмен со всеми энергоснабжающими, ресурсоснабжающими организациями. Мы получаемся здесь как третья сторона. То есть человек потребляет услуги, которые ему предоставляет ресурсоснабжающая организация, их им оплачивает. Потом ресурсовики нам предоставляют в электронном формате реестры данные, кто платил, кто не оплатил. То есть тоже мы отслеживаем задолжников, у кого имеется задолженность за два и более месяца. И на основании этих данных мы производим уже начисления. Не нужно нам предоставлять квитанции. Не нужно как бы... Если есть вопросы, конечно, обращайтесь. Но специально мы не требуем, если у нас возникают вопросы, либо какие-то там непонимания ситуации, мы обращаемся к этим организациям, мы нам предоставляют данные по человеку. То есть сколько чего мы проводим сверку. Если есть необходимость, сделаем перерасчеты человеку, чтобы все в полном объеме было выплачено, как и положено. Какие категории граждан имеют право на бесплатное лечение в санаториях? И сколько выделено путевок было в прошлом году таких? Сколько планируется оздоровить людей в этом году? Ой, ну с оздоровлением тоже такой вопрос. Согласно Краевого закона, бесплатно по линии управления социальной защитой могут получить путевочки граждане, достигшие женщины 55 лет возраста, мужчины 60, не работающие и не являющиеся федеральными льготниками. То есть вот если человек не работает, он не федеральный льготник, он обращается к нам, пишет заявление, предоставляет документы, трудовая книжечка, пенсионная, справка от врача о том, что человек нуждается в санаторно-курортном лечении, и сведения о доходах. Потому что по новому закону, в зависимости, если у человека доход не превышает полуторакратную лечену прожиточного минимума, путевочка будет предоставляться бесплатно. Если есть увеличение, превышение дохода над этой величиной, то уже там в зависимости рассчитывается, путевочка будет предоставляться за частичную оплату. Но сразу хочу сказать, там доплата небольшая, буквально там несколько рублей получается. Все, человек обращается к нам с заявлением, мы составляем на него индивидуальную программу, в которой прописываем нуждающие вот эти услуги по оздоровлению. И все, и становится очередь. Очередь, хочу сказать, у нас единая, в краевом регистре все это стоит. И по мере поступления в наш район путевочек мы ее распределяем. Но, как говорится, спрос превышает предложение. Вот за 2015 год нам было выделено 49 путевок. Это мы закрыли очередность с 2008-2010 года, только на сегодняшний день. В этом году нам, пока нам выделено 28 путевок. Я думаю, что мы закроем очередность по примерно 2012 год. Поэтому хочу сказать и всех успокоить, что не бывает такого, что человек вчера обратился, и сегодня ему уже дали путевочку. Все в едином банке данных. Все просматривается. Единая очередность, да. Поэтому по мере обращения, по мере написания заявления, мы путевочки предлагаем. И другое дело, что если по каким-то причинам человек отказывается, тогда мы поднимаемся выше по очередности. И предлагаем следующему, кто стареет. Но желающему опускать руки не стоит? Нет, конечно. Писать заявки? Да, нужно обращаться, нужно это. Единственное, если человеку мы предложили, и он прямо отказался и написал отказ, тогда мы его программу ему закрываем. И за очередью он исключается. И если вдруг у него возникает такая подребность, ему нужно будет обращаться с новым пакетом документов. Какими льготами пользуются многодетные родители, и какую поддержку они получают от управления социальной защитной населения? Ну, многодетные семьи у нас, я считаю, все равно достаточно защищены. То есть, ну, начнем по порядку так. Многодетная семья имеет право на получение ежемесячного пособия на ребенка в повышенном размере. На детей школьного возраста выплачивается ежегодное пособие раз в год. Также они имеют льготу семьи, где трое-четверо детей им оплата. Льгота идет 30% от соцнорм в оплате жилищно-коммунальных услуг. Пять и более детей, 50% от соцнормы идет оплата уже. Вот льгота. Бесплатные путевочки по линии соцзащиты. Ребятишки из многодетной семьи тоже ездят у нас, мы оздоравливаем их. Также семьям, у которых родился третий и последующий ребенок, предусмотрена выдача краевого материнского сертификата. Там 117 с лишним тысяч он сейчас составляет, которые они могут использовать на улучшение жилищных условий, на приобретение транспортного средства, на приобретение средств реабилитации, если есть в семье ребенок инвалид, и ему необходимы какие-то дополнительные средства. 12 тысяч денежные средства ежегодно они могут снять, получить деньгами, перечислением на счет. И также в прошлом году добавили еще вид, что до 10 тысяч можно использовать из материнского капитала на ремонт печей и электропроводки. То есть еще можно дополнительно. Это вот если, допустим, можно получить 10 тысяч сертификата, использовать денежные средства, и заключить, как сейчас, социальный контракт. Уже вот получится более такая весомая сумма, и можно значительно сделать ремонт и улучшить свои условия. В квартиры многодетных семей были установлены извещатели пожарной сигнализации. Была проведена такая большая работа. Всем ли они уже установлены? Сколько нужно еще установить? Да, такая работа у нас проводилась с 2013 года. Проводилась она в два этапа. Значит, изначально в 2013 году было установлено около полутора тысяч дымовых извещателей в квартиры многодетных семей. В 2014 году, то есть пока вот шла установка, у нас многодетных семей появлялась. Хочу сказать, что на сегодняшний день у нас в районе проживает 598 многодетных семей, что очень отрадно, потому что, да, количество их увеличивается. Это радует. Значит, вот в 2014 году было установлено дополнительно для тех, кто вновь образовался. И на тот момент у нас были практически 100% всей семьи установлены были домовые извещатели. Уже как бы их эффективность проверена. И я считаю, хочу призвать всех, что если есть такая возможность, то установите. Еще хотелось бы отметить, с того момента, когда мы установили, это была краевая программа, краевое мероприятие, то есть краевого бюджета были выделены денежные средства, были приобретены эти домовые извещатели, мы их установили. И мы всем объясняли, что теперь это ваша собственность. Вы несете за это ответственность. Они не сложны в уходе. Там максимум нужно поменять батарейку, если у нее истек заряд. Все, батарейка обыкновенная, крона, которая продается, она доступна, недорогая, поменять, и дальше они действуют. Также мы объясняли, что если вы меняете место жительства, вы их снимаете и устанавливаете по новому месту жительства. То есть теперь полностью ответственность родителей за вот эти домовые извещатели, для того, чтобы они стояли в квартире и действовали. Очень хочу обратиться ко всем нашим многодетным семьям, что, пожалуйста, не пренебрегайте этим, проверяйте их, чтобы они были действующие. Это все-таки защита и безопасность вашей семьи, ваших детей в первую очередь. На сегодняшний день, вот сейчас мы проводим, заканчиваем уже обследование всех многодетных семей и семей, состоящих на учете как в социально опасном положении, 54 семей еще нуждаются в установке вот таких домовых извещателей. Хочу сказать, что в основном это вновь, которые у нас вот семьи добавились. Заявления поступают, да? Ну, как таковые мы заявления не принимаем, потому что сейчас программа эта приостановлена, но у нас наши работники проводят акты обследования, встречаются с семьей, выясняют, вот с осенью мы начали проводить эту работу, подготовка к зиме, пожароопасному сезону, какие профилактические меры, беседу проводим, и выясняем, вот кому еще необходима установка. Тоже будем выходить и на районный уровень, чтобы продлить эту грамму. Продлить, да, приобрести домовый извещатель, чтобы у нас все семьи были защищены. Ну, и в заключение нашего разговора, какие пожелания всем жителям были бы, тем, кто принимает ваши меры социальной поддержки, те, кто, возможно, не знает, положены ли они ему? Ну, хочу сказать, что обращаться к нам можно по любому поводу. Да, бывают обращения, что к нам тяжело дозвониться, но хочу сказать, что у нас очень большой поток обращений. То есть вот за 2015 год 23 тысячи обращений к нам зарегистрировано. И у нас по регламенту, если у меня специалист принимает человека, и в это время звонит телефон, он не имеет права отвлечься. Поэтому я бы хотела обратиться ко всем с просьбой. Немножечко терпения, немножечко понимания друг друга. Мы всех примем, мы со всеми разговариваем. Ну, чуть-чуть попозже перезвонить, либо по-другому. Можно звонить, многие звонят прямо мне, телефон. Поэтому я всегда либо передаю, либо сама даю консультацию. То есть никто без внимания не остается. И, конечно, обращаться, и если какие-то есть возможности помочь... Всегда, по любому случаю мы стараемся всем помочь, только то, что в наших силах, что мы можем. Ну, а так, всем здоровья, добра и благополучия. Спасибо вам за участие в разговоре и полезную беседу. Всего доброго. До свидания. До свидания. Инвестиционный проект строительства и эксплуатации магистрального нефтепровода Коюмба Тайшет проводит набор кандидатов по профессиям. Геодезист, образование высшее, желателен опыт работы. Старший мастер воздушных линий и электрохимической защиты. Образование высшее, техническая, специализация, инженер-энергетик. Электромонтажник воздушных линий и электрохимической защиты. Образование средне-профессиональное, начальное-профессиональное опыт работы по специализации, наличие допусков. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Образование средне-профессиональное, начальное-профессиональное опыт работы по специальности, наличие допусков. В целях дальнейшего гарантированного трудоустройства на производственные объекты компании «Транснефть Восток» в поселке Ангарский Багучанского района. Для заполнения резюме обращаться в Центр занятости населения Багучанского района по телефону 8 39 162 33 473. Сезон весна 2016 открывает магазин Центр. Новая коллекция вечерних нарядов и платьев на каждый день уже ждет своих обладательниц. В отделе белья представлен большой размерный ряд итальянского производства и симпатичная домашняя одежда. Отдел мужской одежды порадует новым ассортиментом рубашек. 4 марта здесь будут представлены самые модные модели женской и мужской верхней весенней одежды. Спешите в Центр, нарядов на всех не хватит. Ну а для любителей садоводства цветы, горшечные и клубневые, розы, гиорбины, гладиолусы, тюльпаны, семена всевозможных овощных культур, разнообразие и новые сорта вас удивят. Поступление каждую неделю. Магазин Центр Октябрьская 77 дробь 3. Чтобы в доме прожить без большого разгрома, приходи за уютом в отдел «Все для дома». Одеяло, подушки, пледы и ткани, фурнитура для швей, полотенца для бани, мужские костюмы из шерсти и льна, термобелье, чтоб не мерзла спина, трикотаж и много другой мелочевки для дома, чтоб спорилось дело быстро и ловко. Чтоб в доме твоем был уют, красота. Отдел «Все для дома». Октябрьская 122А. Сибирский фонд сбережений хранит традиции, делая подарки. Наполните жизнь счастьем. ПЕСНЯ 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 Пусть я с вами совсем не злобой, И навек отсюда мой дом. Я как будто бы снова Возле дома родного. Мы танцали пустом, И танцуем вдвоем. Так скажите, хоть с тобой, Сами с твоим очком. Сами с твоим очком.